Дорожный трафик на этой улице Ремонт начался со снятия старого дорожного полотна методом холодного фрезерования. Данный участок представляет собой дорогу площадью 35 тысяч квадратных метров. По времени работ порядка 7-8 дней уйдет на фрезерование, около 3-4 дней на выставление колодцев в проектную отметку, замену всех люков на новые антивандальные. Фрезерование покрытия выполняется на участке от улицы Полевой до улицы Новосадовой. При необходимости выправят продольные поперечные профили. Снятие старого дорожного полотна и укладка будут проводиться в ночное время суток, чтобы днем не препятствовать активному дорожному движению. Работами на инженерных коммуникациях, смотровых и дождеприемных колодцах преимущественно планируют заниматься в дневное время, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Ведь при восстановлении люков коммуникации используют отбойные молотки. Укладки нового дорожного покрытия из высокопрочной смеси ЧМА-16 приступят ориентировочно через полторы недели. Напомним, в марте этого года перед стартом дорожно-строительного сезона на проспекте Ленина, учитывая обращение горожан, литым асфальтобетоном было отремонтировано трамвайное междупутье на четырех перекрестках. Литая смесь последнего поколения позволяет выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки, включая вибрацию при движении трамваев. В первую очередь при наступлении положительной температуры и благоприятного погодных условий для ремонта были выполнены ремонт и устройство литой асфальтобетонной смести на перекрестках, расположенных через трамвайные пути. Это улица Первомайская, это улица Осипенко, это улица Челюскинцев и улица Перещения Новосадовой. Ремонт дорожного полотна на проспекте Ленина важен не только для самарцев, но и для гостей города. Вблизи проспекта располагаются учреждения культуры, которые пользуются популярностью. Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» с одним из символов города и ракетно-космической отрасли. Ракетой-носителем «Союз». Напомним, что на площадке начато строительство планетария. Также на проспекте Ленина находится выставочный центр «Новое пространство». Вдоль дороги расположены и сквер имени Фадеева. Ранее благоустроены по нас проекту жилье и городская среда. У перекрестка с улицы Осипенко площадь Героев 21-й армии, сформированный в июне 1941 года на базе управления и войск Приволжского военного округа. И это место памяти украшает фонтан в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рядом памятник несовершеннолетним труженикам тыла. Далее по проспекту Самарская областная универсальная, а также детская и молодежная библиотеки. Мы находимся в центре города, в одном из центров. Мы считаем этот район таким библиотечным кварталом. Три государственные библиотеки рядышком. Поэтому все, что касается нашей инфраструктуры, все, что касается удобства подъезда к нашим замечательным учреждениям культуры, у нас рядом еще музеи прекрасные. Поэтому, конечно, для нас это все очень важно. При включении проспекта Ленина в план ремонта учли и то, что в районе перекрестка с улицы Полевой находится Самарская городская клиническая больница номер 1 имени Пирогова, а чуть ниже проспекта станция метро Алабинская. Напомним, вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, в числе приоритетных для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и находятся на контроле областных и городских властей. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В этом году в губернии на средства нацпроекта запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью свыше 233 километров. В том числе отремонтируют 42,7 километра проезжих частей улиц в городском округе Самара, обновят 42 объекта. Больше половины запланированного объема работ на дорогах местного значения уже выполнено. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова